Мы утешителю души истинны, и живи с десы, и вся исполняй сокровища благих. И жизни подателю приди, селися вны, и очистины от всяких скверных. И спаси, Боже, души наши. Сестра Татьяна, помолись, пожалуйста. Господи, милосердный Господь, благослови нас на эти занятия, Господи, для вразумления нашего. Господи, да будет в одно все воля святая Твоя. Тебе слава, хвала, честь и поклонение отец и святой дух. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Вниматель, зайдите в эту комнату, чтобы не надо не говорить. Так, снимай все, ты никогда не получай. Иди сюда. Вот этот человек вам знакомый? Местор. Кто? Местор. Местор. А для него требуется справка. Она действительно тогда, когда подана до призов в армию за полгода. Да. В Белоруссии за 10 дней. То есть разница большая. Теперь требуется характеристика. Подошел к батюшке. Батюшка, что сказал? Отправил к вам. Меня направил. А я его почти не знаю. Я, знаете, кто те, которые вылил меня. Ну да. В лагере были. Там я мог бы сказать. Теперь, кто мог бы ему написать характеристику. Мне нужно три человека. Он же у вас лет шесть был в лагере. А? Он лет шесть был в лагере у вас. Да, но сейчас он другой. Сейчас он другой. Так. Кто бы сегодняшнюю характеристику мог написать, небольшую, на основной выделить. И мне срочно это передать. Мне нужно хотя бы три человека. Тогда я компоную. И знаю, что о нем. Тогда настоящее будет. То есть не характеристику написать, а какие-то его качества написать. А вы их добавите в вашу характеристику. Я добавил. Помните мне, когда дали характеристику, то человек двадцать, наверное, ты срепила вместе. Что требовалось? Забыла уже. Да помню, в книгу было. Она в книгах, да. Так, Сережа, ты его знаешь где-то? Ну, помогите мне. Я не могу написать, потому что, как он из лагеря уже ушли, я совершенно их не знаю. Я говорю, я могу. Где они бывают, чем они занимаются, как. Ну, пропуски у него здесь были, только когда болело. Вот уважительная причина. Характеристика-то какого характера? Что он верующий? Верующий. Крепко верующий. Что он не может склясться. Что он не может брать человека. Не может пленных водить. Что он верующий. Снаряды не может подносить. То есть, альтернативно. А дальше мы подставим какие-то парага по альтернативным. У нас есть уже это. Но это даже мне характеристику, я ее сделаю, очень краткую сделаю. А мой голос учитывается? Конечно. Которая есть. Ну, я знаю, что ты, честно, такая. И лучше она... Тоже напиши. Все, рукой махло. Да напиши. Нет, нет. Не гонится. Ты только сейчас махнула руку. Так, ну, все, да? Вот, Евросиня. Прошу на меня, скинь немножко на Ивана. А я его не знаю совершенно. Я откуда его знаю? Он у меня захотел жить. Он для меня это просто, как сова в лесу приблизительно. Знаю, что она лохматая, летает, мышей хватает. Все, больше ничего. Он не разговаривает, ничего не общается. Он на занятия остается из-под палки. Так что, откуда я их знаю, молодежь? Еще вот Ефросиню Могучу что-то сказать. Она остается на занятиях, пишет здесь, отвечает. Итак, кто хочет заниматься Словом Божьим, исследовать, заходите. Кто не хочет, не заходите. Садись сюда. Куда не садись? Сюда ближе, садись. Ты уже взрослый. Или это, немножко покажи себя. Тебе скоро в армию идти. Ну, там, может, на альтернативу. А ну, там, где-то будешь этим, как говорят, быкам хвосты наворачивать, накручивать. Ты не хочешь убивать-то? Ну, все тогда, смотри. Теперь тебе только заявление написать. Характеристики небольшие пишутся, верующие, все. Ну, что тебе написать? Я себе писал характеристику, когда меня брали. Вот я Владимиру показывал. У меня папка лежит с характеристиками, там, со всеми. Организация школы там. От родителей там и так далее. От организации комсомольской. Когда в воздушно-десантное училище поступал. И характеристику, ну, там, от школы там некоторые написали, вот так, и я друг хороший там. И в общественной жизни участвую, и хорошо учусь там. Спортсмен. Ну, что сказать, я везде заступался за всех. Поэтому оставил по себе память. Итак, читаем Евангелие от Иоанна, 11 глава, 54-57 стихи. Вот и все. Пройдем это и все. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну, близ пустынь, в город, называемый Ефраим. И там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха Иудейская. И многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли он на праздник? Но священники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Но это продолжение воскрешения Лазаря Тетчетвертодневного. Отсюда Иисус стал известен всем. Когда это было? Это было накануне Пасхи. Все происходило. Накануне Пасхи. И поэтому начала молва распространяться очень быстро. Иудея, географически, сколько? Ты географию знаешь? Кто географию знает-то? Брат Михаил, география как у тебя? Иудея, сколько на сколько? Ты географию знаешь? Вот сейчас идут... Труд, я сейчас сколько? Да, ты неплохо труд знаешь. Больше, меньше Алтайского края. Меньше Алтайского края, это хорошо. Вот сейчас идет война у нас на Украине. Сколько границ идет боевых действий? Сколько границ боевых действий охватывает? Я в новости не выходила. В новости. Тебя не интересует, где гибнут наши братья? Куда может твой брат попасть? Не интересует. Тысяча полторы, наверное, да? Почти. Тысяча двести километров. Тысяча двести. А теперь давайте идет война, где погибло уже больше двадцати тысяч, а то, наверное, и больше даже. Двадцати тысяч мирного населения. Просто мирного. Сколько мирного погибло на Украине? Украинцы сами должны давать. Бомбят и бомбят русские. Там все завалено трупами должно быть. А они что-то не дают гражданское. Последняя была цифра. Знаете сколько? Знаете сколько? Тысяча сто человек погибших. От дружественного огня. Когда сбивают наши ракеты, они не долетают. И подзрываются, или падают прям цельными. И в дома попадают, и так далее, и везде. Тысяча сто человек. Ну и там, может быть, сопутствующие есть, когда бьют-то они по инфраструктуре. А там же рабочие тоже есть. И тоже, видать, попадают люди. Ну это немного людей совсем. А здесь, в этом секторе газа, прям долбят по домам. Вот прям дом стоит, в него бац, ракета. А кто там? Ну они говорят, там пещера должна быть. То есть там, где хамасовцы. Слушайте, ну пещера и дом, это разные вещи, наверное, да? Вы пещеру где-то, дома идут, а там вот идут где-то пещеры между домами. Вы туда-то ударьте, чтобы пробило, и пещеру засыпало, и все правильно. В дома-то зачем бить? Больше 20 тысяч, наверное, уже тысяч 30, а то и 50 погибших гражданского населения. Никто не считает, никто не дает все это распутать. На какой территории, в километраже проводится эта операция? По жертвам, ну ничуть не меньше уже, хотя идет она всего там два месяца, ничуть не меньше, чем сейчас у нас на 1200 километров Украины. Это километров 70, наверное, да? Вот, 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 даже, ну, приблизительно, скажем, даже 100. 100 километров, да и то это по периметру, они же со всех сторон заходят. Эта газа, она вся 60 километров, а ширину 12 километров. А они зашли пополам, пополам. То есть 30 километров, ну и вот так вот, это, охватили там, ну, я даже не знаю, 70, наверное, даже многое так предполагаю. Всего-навсего. И это все, война идет прямо на той земле, про которую мы с вами говорим. Прямо там, где Ефраим этот находился, город. Мы сейчас тут рассказываем об этом, географию, чтобы мы представили немножко. Вся Иудея, вот Иудея, о которой мы говорим, Иудея центральная, 150 километров на 80. 80 в ширину вдоль Средиземного моря. И 150 километров по побережью. Там входят города Тир, Сидон, Газа, ну, она недалеко от побережья. Там прям стоит этот Аскалон, города Аскареш, как-то они сейчас по-другому немного. Но это все те города филистимские. Филистимлян уже нет. Долго они были врагами евреев. Все, вот вдоль, вот граница. И это было, чем вот это, это узел торговых связей. Ну, вообще, разных отношений. Военные пересекаются там и так далее. Потому что Средиземное море заключается вот на таком небольшом отрезке всего. Ну, может, километров 300. Из них 150 это Палестина, это земля обетованная. Что там такого? Да ничего там нету. Ничего там. Вот Ливан чуть выше, там был Ливанский кедр. Его распилили все там на храм везде. То есть, перво начали его пилить, прям варварски уничтожать для храма Господня. Поэтому ничего тут не скажем. Сейчас, говорят, ученые Ливана приблизились к тому, чтобы этот Ливанский кедр возродить. Он огромнейший и очень высокий. Плоды у него, шишки прям есть, орехи там все. Ливанский кедр очень дорогостоящий был когда-то. Сейчас, ну, только небольшие подрастают там, реликтовые леса пытаются они эти возродить. Вот так. Я говорю о том, что где находится Господь Иисус Христос. Поэтому находился и сделал вот это чудо. Этот центр был прям около Иерусалима, все это недалеко. Он с Галилеи пришел. И все это распространилось, конечно, моментально. Ну, сколько там надо? Дошли туда, сюда, там эти 150 километров. И уже о Христе разговор идут. Почему вот здесь мы когда говорим о Евангелии, то очень, мы видим много масс народа. Массы народа. Там, он говорит, народ стоит, там 5000 кроме женщин, детей. Откуда они там появлялись? Во-первых, они все братья между собой. Во-вторых, у них есть судоходная река. На лодках и тем более Галилейское море. Вокруг Галилейского моря тоже жили евреи. Десятиграде, страна Гадаринская, с этой стороны Галилея сама. А туда чуть дальше, Серафиникия, куда Господь вышел на берег моря. И там, помните, вдова бежала и кричала, за дочку свою переживала. А он сказал, да ты, я буду вот со своими, с евреями, моими братьями. Она говорит, и ведь и крошки, и едят крошки, которые падают со стола Господ их. И он сказал, о, такую веру не находил я. Но находил он, один раз тоже сказал это, о римском сотнике, военачальнике, который за своего слугу переживал. И говорит, Господи, да не надо ходить, но видать далеко было. Ты так скажи и выздоровеет мой слуга. Мы верим тебе, я тебе верю. И он говорит, посмотрел, говорит, я в Израиле не нашел такой веры. Как так? Какой-то язычник об этом. Кстати, сейчас Деяния Святых Апостолов, я веду занятия, они будут в четверг проходить, в 20.30 по нашему времени, или в 16.30 по Москве. И как раз я начинаю Деяния Святых Апостолов. Они начались Деяния не тогда, когда сошел Дух Святой. Они не тогда начались Деяния. Многие удивляются. А я, Словом Божьем, показываю, когда Господь начал Деяния. До того, как начали проповедовать апостолы, это же Деяния Святого Духа. То есть, а как? Дух сошел Святой, и они пошли на проповедь. Ну, не знаю, к стыду это, или к полноте всего. Хочу сказать, что Деяния не тогда начались Духа Святого. Когда Дух Святой сходил, мы видим, прям явно показался. Когда Господь крестился. На подъявление. Да, ну, конечно. А Ян Креститель проповедует, стоит. Он не проповедует, что ли? Ян Креститель. Да проповедует, конечно. А он чем проповедует? Каким Духом? Каким-то, ну, не знаю каким. А сказано было ему, и еще сочрева Духа Святого исполнишься. То есть, Дух Святой дышит, где хочет. И то, что он на апостолов попал именно в горнице, это Христос так и дал пророчествам. Через 10 дней там будете. А знаете, что при кресте стоял один, даже не один, а несколько язычников. И они уверовали и сказали великие слова, которые еще даже Богородица не прикоснулась ко Христу. И не пошла молиться уже. Еще Мария Магдалина будет бегать туда-сюда три раза. Пока уже он не скажет, Мария, когда она опять кинулась ему, сколько прикасаться-то ко мне ты будешь уже. Ты прикоснулась, ты уже должна напитаться была Духом Святым. И все понять, и пойти. Но она пошла, говорила, что Христос воскрес. Но надо дальше было говорить. А теперь пойдемте везде проповедовать. Златоуст говорит, апостол для апостолов, это Мария Магдалина. И перед ней этот сотник, как его этот сотник, он не сотник был, он был офицер просто. Лонгин. И с двумя еще своими воинами увидел их, что он сказал? Воистину человек был сыном Божьим. Воистину человек был сыном Божьим. И не просто оказалось, он это сказал. Толкователи все в один голос, святой Анзлатоуст в первую очередь, они так говорят. Он пошел проповедовать. И кому он пошел проповедовать? Давайте догадаемся. Кому? Он сразу после креста пошел проповедовать. Кому? С служивцем. Сослуживцем? Еще кому думаете? Неплохо, кстати. Римлянам. Римлянам. Так, тоже хорошо. Я вам сейчас скажу, вы только не упадите. Пилату и Каиафе пошел он это говорить. Потому что он, Пилату было до такой степени интересно, что с Иисусом, что он спросил. А как там тот, которого, ну, без этого, убили-то без суда и следствия практически. Он-то против был. Это же он на иудеев кровь возложил Христа. И они сказали, кровь его на нас и на детях наших. Кричали выпучим в глаза. Почему выпучим? Да потому что ярость у них была и страшная ненависть ко Христу. Поэтому они орали прям перекричать, чтобы сердце Пилата от ужаса просто сжалось. И так оно и было. Он просто ужаснулся такой ярости и понял, что если он это не сделает, не отдаст его на смерть этим просто палачам от юности своей, от детства, то они просто растерзают, тут бунт поднимут. Поэтому от этого страха перед народом иудейским, а его боялись даже, первосвященник боялся, говорит, главное, чтобы народ не узнал. Помните, как они относились ко всему? Когда просто сказали, Господь сказал, Иоанн Креститель, кто был? И побоялись народа, и не сказали, и сказали, не знаем кто. Он пророк был, это понятно всем было. Народу понятно. А что, боялись бунта народного. Но они не подумали о том, что сказать, как сами думают, но сказать правду, что это да, пророк. Они надумали о том, что народ подумает. Да, все о народе, как бы о народе, а почему? Ну, чтобы самим сохранить лицо свое. А обман-то был, в них самих заключался. Они были слепые, о которых говорит Христос. А народ, те, которые тоже слепые, но которые ведомые этими первыми слепыми. И куда они должны были попасть? Ну, понятно, что они должны попасть в ад просто, и все, никуда. И поэтому Господь и сказал, наипачи, апостол, он говорит, идите, ученикам своим тогда еще, идите наипачи к погибшим овцам дома Израилева. К погибшим уже, все, нету никого, все, все закончилось. И вот теперь этот корнилий сотник, только Христос умер, воскликнув. Землетрясение, завеса там где-то разорвалась, но он и не видел завесу. Он видел землетрясение, он видел помершее солнце. Он видел народ, который стенает, матерь здесь. Какими словами он, что говорит, видать, давно были, он понимал эту речь на Христа на арамейском. И он приходит к Пилату и начинает рассказывать ему, об этом говорит житие святого Лангина. Если вы не читали, я читал, не дали, как вчера, и не на один раз уже прочитал. И я сам был поражен, как это раньше-то, если бы я занятия не готовился, я бы и сам это не увидел. И он говорит, проповедовал, прям слово, проповедовал Пилату и Каяфе. И этим заслужил страшную немилость. Его решили гнать. И начали его гнать, и он сложил свой воинский сам пояс, одежду воинскую сложил. И пошел. И жил там недалеко, где-то около Кесарии, с двумя своими воинами. Ну, они там в каком-то селении жили, в разных домах. Они далековато были, но они не вместе все были, то есть не община была какая-то. И тогда до такой степени все это стало известно в народе, все это было бурление, что им пришлось все-таки, в конце концов, через какое-то время, год, может, что опять это Пилат был и Каяфа. И они послали отряд целый, и его нашли, и там такое было чудесное. Он этот отряд принял там их, сказал, я вам приведу, и он там так спрятался. А как, давай пойдем там захватим его, ну, операцию сделаем, позахватывается, ОМОНовскую. Он говорит, я его приведу, я его так все расскажу, он придет. Он такой простецкий. Ну, хорошо, смотри, он же воин, вроде того. И он пошел за своими друзьями там, послал кого-то, пришли друзья. Он говорит, пострадаем за Христа же. Не против. И встал перед ними и говорит, вот я. Они посмеялись, говорит, ну, все ты не смог привести, наверное. Он говорит, да это я, вот эти воины. Ну, видать, что-то сказал им, кто он был, какой, где, кто там начальники были. Они поняли, что, ну, этого не может никто знать. Только тот, кто с ними был в братском общении, это легионеры, они все были братья, крови, воинские братья. У них у всех значки были свои, как у эсэсовцев под мышкой, у легионеров были вот тут вот, вот здесь легионеры. Можно было узнать, какой легион даже, и где он воевал. Они все друг от друга знали. Этих легионов было не так много, там всего 60 легионов было. И поэтому, вот он, проповедник первый, кто проповедовал еще, язычники. И поэтому, конечно, то, что сейчас говорится о том, что он говорит, люди говорили, где он, то есть, не придет ли он на Пасху. То есть, им интересно было увидеть, ну, это героя Иудея. А ведь его царем еще хотели сделать, это тоже вспомнили, как он людей напитывал. Наверное, в последнюю очередь вспоминали только, как он там больных исцелял, потому что это такая милость была после того, как он мертвых воскрешал. И кормил хлебом, вот сейчас бы мы сели, подошел бы Господь, что-то плохо тебе, на тебе, что ты хочешь, лепешечку смертную, на, ты что хочешь, что хочешь, ну, на рыбку тебе, на, так, ну, сестра, она сладкая любит, на тебе пирожок. Не любишь? Не любишь? Я так и знал, что не любит. Специально просто проверить тебя. Ну, и так вот, раз всем бы раздал, а ничего нету в руке, ну, вот так. И что, как бы мы его любили? Сейчас бы я такой был, всем бы раздавал, ходил все, денежку, как Билл Гейтс там. О, все любят его, или этот, Маск, Иван, все тоже любят, раздают интернет там бесплатно и так далее, ракеты летают, все любят его, миллиардеров. Написано, а бедный сказал это слово нужное, и вот, это кто там такой, кто там это такой? Никто не послушал, почему? Нет у него авторитета этого. А могли бы спастись уже давным-давно, это о Христе разговор-то идет. И никто почти не спасся. Итак, толкованием. Слушаем, блаженную фифилак. От приговора иудеев Господь удаляется не из боязни, а чтоб научить нас не вдаваться самим в опасность. Хотя бы из-за благочестия, но если будем захвачены, стоять мужественно. Понятно? Поэтому, помните, как гоняли-то вас эти мужики? А вы быстро-быстро спустились вниз, в 12-ти этажки-то. И мы как раз с другого подъезда выходим с Игорем Третьяковым. Где он тут? Нету его. А вы там отнесете. И мы потом поняли, надо, чтоб с сестрами ходили браки. И выскакивают три человека, такие здоровые, и бегут прям за сестрами. Что-то там кричат такое, и увидели, что они к нам подошли. Раз-раз-таки затормозили друг за дружкой. Повернулись и почапали обратно. Мужественно надо стоять. А если не будем взяты добровольно, не бросаться в опасность по причине неизвестности окончания дела. Вот тебя очень сильно касается. Ты сейчас молодой, горячий. Да? Брат Сергей Павлович. Сергей Павлович дезновенный был вообще. С него пример нельзя было в молодости брать. Ну, когда он верующий был. Он такой прям за веру. Я хотел даже, говорит, собаку спустить на него. Вот такой, неправильно там что-то сказал. Таким не надо быть. Надо терпеливым быть. Но смотреть аккуратно. То есть видишь, что человек совершенно невинменяемый. Ты, ну, покажи ему, вот когда пост будет, отдай ему там котлету или что там, тушенку. А сам давись хлебом черным. И ты увидишь, как будет меняться все отношение к тебе. Будут за тобой наблюдать, подстраиваться. Меня бить собрались из-за того, что пирожки с ливером мне давали в четверг. В среду их готовили. Я не ем. И повариха спрашивает. А почему вы не едите? Я же там геолог на участке. А там людей человек 60. И она как-то обратила внимание, что я не ем пирожки-то, не беру. По два пирожка или по три давали в среду. Именно в среду. Я говорю, вы всегда готовите в среду. У меня в среду пост. Я не могу брать пирожки с ливером в среду. Она, я вам буду вот здесь оставлять. И у них там, где там стояли вот эти стаканы мытые, там вот эти разносы. И там такая была, как полочка. И она оттуда ставила тарелочку, закрытую салфеткой. И там эти два или три пирожка были. В четверг. И первый раз я вытащил эти пирожки. И пошел к себе. Ну поставил там. Было что, какао там или чай. Компот какой-то, не знаю. Я начал вытпирожки. И этот, народ-то сидит этот. А я даже тогда и не понял. Ну они свое съели, да? А никому не интересно, что я почувствовал, что у меня пирожки, а у них нету. И я потом говорю, вы, пожалуйста, больше мне не надо ничего оставлять. Кормите вот этих вот, ну, ребят, которые не доели. Пышек этих, пожалуйста. Больше мне не надо на это провоцировать. Меня обматерили. Меня так не материли, что я там ходил. И я в ночную смену смотрел, как они работают. Там, ну, ночью-то спать охота. Они вроде спать, а я сижу смотрю сверху. Голодный, голодный смотрю на них. Да нет, ну не голодный, а спать охота же. А они плохо работают. И я приду там к ним, такой потопчусь. Не буду же я сразу кидаться на них. А ну давайте работайте. Потому что это тоже неправильно. Ну, то есть, инженеры всегда между двух огней. Вот они подчиненные, а вот тут вот сидят голодное начальство. Вечно золота не хватает. И надо им их было подбадривать. И они меня так не материли за то, что я с ними наблюдаю, над ними надзираю. Как за эти пирожки. И более того, они мне пообещали закончиться сезон. Один там говорит. Мы тебе наподдаем, говорит. Сейчас, конечно, не будем, потому что я с тобой покалечим. Но это от бога было. Потому что если меня покалечили, то это было... А когда выезжать-то начали, они ж бухают. Начали пить. И один там самый заводной из них. Он проходил мимо там кого-то по этой машине вахтовки и задел. А этот парнишка приехал к нам. Ну, там последние месяца два работал. Его никто не видел. Ну, он такой высокого роста. Ну, худой такой. Ну, вот как брать надо по ниже ростом только. Худой такой, доска прям. И он сидел просто встал. И говорит. Ты че меня толкаешь? А ты кто такой? Ну, мало его знал. Вот я кто такой? Я, говорит. Сейчас тебе расскажу кто. И он ему ногой как дал по голове. А он, оказывается, десантник. И разведподразделение какое-то. Он дерется моментально. И все, и того уложили. Кепку ему так положили. И он спал до самого бийска. А в бийске его там забрали уже под ручки куда-то увели. И поэтому меня за пирожки не избили. Избили бы. Еще добили бы чем-нибудь. С удовольствием. За пирожки. Мои кровные. Как бы я тоже на них работаю. За эти пирожки. Но никто не сможет. За тобой будут смотреть. За тобой это тоже будут подглядывать. Жрешь на тушенку. И будут говорить, когда ты... Говоришь. Да я не ем мясо, допустим. Ты говоришь. Я пост у меня. Знаем. Под подушкой. Будут искать у тебя ходить. Где? Можно тоже. Ситуацию у мужа моего. Когда он пошел в армию. Обычную. И то есть. Ну тоже я верующий. Я верующий. То есть. То что он приехал туда с бородой. Она была у него не бритая. Уже три дня ходит. Я говорит. Сам не буду. Ну то есть. Даже борода была не аргументом таким. Чтобы поверили, что он верующий. Но это был конец 90-х годов. И сейчас конечно не так совершенно кормят. Кормили ужасно. Просто какая-то капуста с песком. Там ее есть у всех. Диареи начинались и все. И единственное что-то такое вот вкусненькое, жирненькое и хоть чуть-чуть сытненькое. Это давали кусочек масла на каждого. И там убить готово. Если кто-то не свой кусочек возьмет. А у моего мужа пост рождественский начался. Он уехал. Вот прям уже начинался пост рождественский. И он не брал масла. Он ел эту капусту с песком. Эту кашу. Мясо там вообще в принципе не давали. И он не брал масла. И кому-то доставалось. Да. И вот это было самым главным доказательством. Что он реально верующий. Потому что у него хватает сил и воли. И вот в этих условиях не брать масла. Значит как кто-то его укрепляет. Вот такое дает веру. Не есть масло. Ну хотя кто-то там скажет. А мы же тут путешествующие. У нас особые условия. Я могу нарушить. Да. Но он не нарушал. И это видели все. И вот это масло стало главным аргументом. Что он верующий. А то что молился. Там борода была. Потом ему этот начальник части сбрил ее. Ну это другая история. А масло это да. Пост это оказалось таким показателем. Отец Владимир Суртаев сидел в терме здесь. А он был из Московской Патриархии священником. И когда Игнатий Игнатьевич пришел. И он его попросил прийти. Ну знал там его до того как священником стал. Потеряевку приезжал. Хотел креститься. Но не крестился троекратно. И он его спрашивал. Как мне тут прожить выжить как. Игнатий Игнатьевич ему сказал сразу. Пост держать. Первым делом пост. Пост и молитва это самое главное. А он говорит. Ну как пост держать. Ну тут же все. Нам как бы всем тяжело. Он говорит. А ты тут пост одержишь. Он нет не держу. А что как. Ну. Он пытался держать его. А они эти. Заки ему говорят. А ты че мол сальца то не ешь. Порезали там. Каждому сальца там. Ну привезли. Он говорит. А у меня пост. Они над ним начали смеяться. Ааа. Попы. Ну понятно там. Вы конечно от народа в отрыве. Там все. И он такой. Чтобы показать. Что я с народом вместе. Я взял это сало и съел. Игнатий Игнатьевич говорит. Тох ты утробы выиграть. Несытые. Как сказал апостол Павел. Ты наоборот съем. Да. Все наоборот. Ты наоборот ничего не бери. Другим то дай. Другим дай. От себя оторви. И ты увидишь как картина будет меняться. Тебя будут слушать. А ты говори о Христе. Вот привык здесь. Вот на занятия хотя бы ходишь иногда. И это поможет тебе когда-то. Ты увидишь это. Вспомнишь какие-то слова еще. Потом. Может быть Господь даст такое. И покаешься. И поблагодаришь еще Игнатья Игнатьевича. Придешь. И если он будет живой. Скажешь. Игнать Игнатьевич. Благодарю вас. Что я в таком обществе рос. И что мама у меня верующая была. Отец был долгое время верующий. Видишь как сатана действует. У тебя у вас есть пример. Который. Ну. Прекрасный пример матери. До конца дохаживала у вас там. С ИНАФой записывала ролики эти. ИНАФа сказала. Мне так тяжело это вспоминать. Что я даже мамино письмо не перечитываю. Для нее специально одной мама письмо составила. Как за ними за всеми смотреть. Они же малыши были еще тогда. Она. Меня я не могу. Я говорю. Как не можешь? Ты постоянно должна только об этом и говорить. А так на расслабоне-то жить можно конечно. Ответственность потому что в этом письме. Конечно ответственность. Она не хочет на себя брать. Поэтому мечтает. Поэтому она от нас ушла. Чтобы не быть ответственным. Дядя Игорь. Через шустроги. Игорь. Где она сейчас-то? Она сколько на работе. Она взрослый человек и 23 года. В 23 года у меня родилась дочка в 23 года. Мне было 23. А первый ребенок который не выжил в 21 год мне было. Тебе сколько? 20. 20. Вот. 20 лет уже. В 20 лет тебе сколько было ты родила? 21? 23. 23. И я 23. Ну так. А я вот даже не в 21, а 20 мне было. Я в 19 лет женился. Смотри как безрассудно намерение иудеев. Они и на время праздника не удерживаются от злобы убийства. Но положили совершить убийство и восходят для очищения. Согрешившие волей или неволей не совершали Пасхи. Прежде чем очистятся по обычаю через омовение, пост, обрезание и принесение узаконенных жертв. А они самые лучшие. Узаконенные жертвы это мирная жертва и жертва всесожжения. Это узаконенные жертвы. То есть все должны участвовать в них. Поучаствовать. Для этого деньги платятся. Налог такой. Там покупается жертва. Допустим, козел отпущения. Два их козла было. Одного отпускали, а другого приносили в жертву. А которого отпускали, его отпускали в пустыню. Иди, мол, посесть там и так далее. На самом деле его там кто-то раздерет. Но не мы. Кровь не на наших руках. На волчьих зубах, на когтях медведя, только не на нас. Понятно, да? А на самом деле-то кровь-то на нас. На нас. И кровь Христа на нас. Слава тебе, Господи, если мы верующие. А если неверующая, эта кровь разъедает человека до смерти. Человек даже сам не понимает. А кровь-то Христа, она так и течет. Потому что постоянно кто-то верует. И нужна жертва, чтобы очиститься. А они самые лучшие, творящие очищение, составляют совет против Господа. То есть лучшие это, они защитники веры. Учителя веры, защитники. Господь говорит, ты учитель иудейский, этого не знаешь? То есть он конкретно отделяет Никодима. Он учитель, он может быть еще не священник. И учитель уже книжники. Почему? Саддукеи, фарисеи, книжники. Саддукеи, верхушка власти. Они, как секта, отдельно, они не верили в ангелов, не верили в видения, в чудеса какие-то. Ну и некогда было этим заниматься. Нужно, чтобы страна жила, процветала. Вот так. И даже в воскресенье не верили, что будет когда-то воскресенье. А фарисеи, они в полноте признавали все. И воскресенье ангелов и чудеса, все признавали, но они не могли пробиться, потому что саддукеи захватили власть, как они были семейством Аарона. Вот так, священники. А книжники, это были ученые мужи, богословы, по-нашему. Они хорошо знали священное писание. Ты ему что-то говоришь, а он говорит, а вот такой-то закон, говорит, вот так-то. И ты такой, ага, все, молчи. Дальше. Что ты ему сделаешь? Ничего. И вот ты становишься богословом. Кстати, они, богословы, собрались как-то на праздник. А туда взял Иисус пришел, 12-летним. И они, и что он там им спросил их, или что там, кто-то его толкнул и сказал, мальчик, что ты тут ходишь? А он говорит, да я хожу там, где мой отец. Это Бог, Бога вообще-то дом. И я хожу там, где мой отец. Они как-то так начали вопросы ему задавать. И он начал отвечать им. И когда через три дня родители хватились, то есть пришли там, туда в Галилею-то пришли, я долго идти. Туда пришли, а его нету, думали, он уже там с кем-то пришел, с другими родственниками. Не было телефонов-то спросить. Ну что он будет оставаться один-то, 12 лет человеку, правильно? 12 лет, где ты остался? Ты ходил, ты все знаешь уже, что там говорить. Сестру бы увидел, пошел с ней там, или со старшей, или с братом. Скажешь, что с братом. И тогда они назад, пока пришли, три дня прошло. Заходят, а он в храме сидит. И что-то объясняет, задающим ему вопросы. Стоят книжники, люди. Понимаешь? А? Вот сюжетец, да? Вот нарисуй себя таким. Попробуй. А можно, потому что ты много знаешь. Не выпускать только Слово Божие из рук. Так же? А тебе вообще, без Слово Божие, как ты будешь, если врачом? Хирургом все еще хочешь быть? Господи, по-моему. Я тут смотрел, отвлечение просто. Смотрел документальный фильм, но не до конца. Как сейчас делают операции робот, робот делает операцию, а человек им производит манипуляции. Такие джойстики странные вообще. Вот джойстики мы крыкли, такая рукоятка, да? А там целый такой комплекс какой-то. И вот ты вот так вот пальчиком шевельни, и там внутри человека с этим орудием вот так шевельнется этот робот. Устал, допустим, ты там, пот у тебя или что потек? Ты его просто раз, остановил всю эту операцию. Все остановилось. Ты там вытер пот, там водички хребнул, что там? Там присел туда-сюда. И опять раз, и то же самое. Мгновение, как там что? А там в этот момент аппарат поддерживает все. Кровь там убирает, где там тампоны. Все сам делает там, потому что заместители. И у него такая вот кабинка. Он туда садится, прям в нее. И у него там вот так вот раз, смотрит туда прям, как погружается, вот так как подушка такая. Раз. И там тройной, этот, как она? 3D. 3D изображение. Видели телевизор 3D? Невероятно. Просто вот, как вот вы видите, вот меня там объемно, вот сестру, брата. Вот. Ну, объемно мы видим, да? Я вот вижу, Надежда Васильевна подальше уже, но я вижу даже ваш платок как туда уходит за голову. А если фотография, то это плоско, мы понимаем. Так он все вот так объемно видит. И вот там внутри человека, а показывают на самом деле, человек лежит, и у него два прокола. Он сказал сколько? Полтора что ли сантиметра максимально. Вот так с двух сторон, вот такие трубки введены. И все. И поддерживает его дыхание, все. А он делает операцию за 2 или 3 сотни километров от этого. Как так можно? И это уже какая-то трехсотая что ли операция. И смотришь на него, на этого человека. Он знаете, на кого похож? Ну, на Сергея Павловича, наверное, больше всего, если бороду сбрить ему. Китайец, да? Нет, нет, не китайец, нет. Вот такой, вот такой просто как наш человек, такой даже, не сказать, что он там спортивного вида. Такой чуть пухловатый даже. Пивка, видать, любит попивать. Я смотрю и думаю, дал же Господь такой дар человеку. Такой талантище, а? Как? Я всегда удивляюсь талантом. Ну, очень, очень удивительно это. И когда, я всегда вспоминаю, как только хирургия где. и показывают прям, как он там в этом желудке прям докапывается, да, что-то там надо было убрать, и они не знают чего даже, с человеком непонятно что. И они вот так слой за слой ему все убирают, и, а, вот что здесь лишнее. И прям там раз, так вот отстригают этот кусочек, и его вытаскивают туда. Бипси. Ну, а там дальше уже, не знаю, что. И я смотрю, думаю, это же все в человеке. И прям по, раньше как-то этого не показывали, а теперь, так как это происходит все вот на таком пятачке в человеке, а видно-то вот на таком огромном телевизоре все, как бы так. А он туда смотрит, и вот как будто он с нами вместе, как будто там, находится он внутри этого желудка, или там, сердце, или где, представляете? Сердце-то, оно вот всего. И вот на таком вот, на пятачке, как пять монет. Он хозяин полный. И там они такие тоненькие, эти аппараты. И они там все делают, представьте. Господь что сделал, Камера на кончике ЛТ, а он внутри сосуда идет, и все показывает, доходит до сердца, и там камера. Миллиметры, понимаете, миллиметры все это окажется все вот таким огромным. И, конечно, ты легко все это делаешь, потому что там этот инструмент, как будто настоящие вот такие ножницы, или вот такие клещи прям настоящие. А это там такое маленькое все. Блоху подковать, вот это смеялись раньше, да, и сделали инструмент меньше, чем подкова у этой блохи. Подкова-то она, о, а инструментик-то там что? И надо вот там где-то в сердце чуть-чуть там тромб надрезать, или сосудики, только в этом месте. А сосудики-то они, как волосинка, ну не волосинка, конечно, побольше, слава Богу, Господь нас сделал такими, зная даже, наверное, что нам сложно будет делать из металлов эти инструменты, он нам дал композитные материалы, то есть это, смеются все. Были там первобытные века, с каменными ножами бегали. Ребята, мы пришли к каменным ножам, братья. Каменные ножи сейчас у нас, каменные, и сделают из камней ножи. Вот так вот до чего дошли. А почему? Они никогда не тупятся. У индейцев Южной и Северной Америки были ножи из обсидиана, металла не знали. Металл только золотом не было, серебро. Обсидиановые ножи. Что это такое? Вулканическое стекло, такого темного цвета, ну, бывает от светлого и до черного оно, все разными цветами. Это вулкан. Изливался, когда и кремний, когда чистый кремний, песок, нагревался до определенной температуре, он становился просто стеклом. И у них там целые залежи, это вовсе явно, около вулканов. И они эти куски приносили, и были мастера, которые так тонко отбивали, прям ножички такие, там стрелы, накопья и так далее, и ими резали. Ну, это я вот сестре просто, для того, чтобы она знала, что для истории тебе пригодится когда-нибудь все равно. Чтобы вдохновить ее, пускай она будет хирургом нашим помогать, как Виктор Андреевич помогает нам, быстрее учись, а то я скоро постарею, может что-то резать. В медицине быстро не получится. Тут три года, три или четыре. Но тебе-то кое-что известно получше, чем мне. Я-то просто догадываюсь. Три лет сейчас учиться. Мне до такой степени легко работать сейчас на русском языке. Карт куча. Любые карты. Просто набираю, допустим, вот так вот. Христос в десятиграде. Просто набираю. Христос в десятиграде. Все выдаст. Карты, где он ходил. Про этих православные, католики, протестанты, раввины, что там говорят об этом. Все, только выбирай. Все есть. А Богородицы? Так сколько надо тебе. Википедия даже. А Богородицы? Все, что есть. Где найти там что. У православных, у католиков там. Все есть. До мельчайшего подробности. Единственное одно. Не могу никак найти, куда рай делся с земли. Я где-то читал, думал у Златоуста, попытался у Златоуста искать по поисковику. Не нашел. Нету такого. Что Господь восхитил рай. А мне интересно, когда это было? Сейчас кто это говорил? Не помню. Не помню. Мне о рай скоро говорить надо. Ветхий Завет. И я никак не могу это место найти. Куда рай делся? Куда делся рай? Найти. Куда он делся рай? С земли. Господь на земле, на востоке насадил рай. А куда он делся-то потом? Он же делся куда-то. И я помню, что был восхищен. А куда? На небо? Куда? Ну, конечно, сейчас это сложно. Я много, я долго искал, я во все проискал. Я сначала думал, что в неканонических, полностью все неканонические, Сирахова, и третью езду прошел. Там, потому что такие вещи. Не нашел ничего. Ну, что-то говорится о рай, там интересные есть вещи такие, я их себе выписал, конечно, все это расскажу на занятиях. Наверное, не на этих, на следующих. Но, не могу найти, куда рай делся. Хотя, в Священном Писании говорится, что рай, ну, где-то у Господа там, он, но не написано, когда он его взял. Потому что там, когда в третьей езды начинает ездра спрашивать, то Господь отвечает и говорит, если бы тебе сказали сойти в бездну, то, ну, ты бы, конечно, сказал, ну, я там бездни не был, да это и понятно. Если бы тебе сказали там, где рай находится, то понятно, что ты наверх тоже, тоже не всходил, наверх не всходил, значит, он уже где-то наверху. А третья ездра, и понятно, где когда ездра жил. На 12-й час. Да? Так, ну все, заканчиваем. Да, тут осталось три строчки. Так, а они самые лучшие, и говорят, как вы думаете, не придет ли он на праздник? То есть, он непременно попадает в ваши руки, и если не что иное, то самое время приведет его в наши сети. Какая злоба? Тогда, как и открытых преступников следовало для праздника освободить. Они злоумышляют против невинного. Невинного с большой буквы. Это имя Христа. Невинный. И если бы только простецы это делали им, их пристрастие показалось бы делом невежества. А то фарисеи дают приказание объявить о нем и схватить его. И так Господь прилично удаляется от них. слово оставив Иудея, то есть Христос, вышло в пустыню Ефраим и церковь из язычников оплодотворенную Евангелие. Ифраим Все. Господу славу Веки и Пусть. Вопросов нет? У меня есть вопросы. Ну ладно, затянем. Господи, сколько прошло время? Сотни. А, ну все, отлично. Достойно есть Якова истину Блажите Тя Богородицу Присноблаженную и Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И славнейшую Без сравнения Серафин Без искрения Бога Слово Ручую Сущую Богородицу Тя Величаем Ну-ка, брат, попроси за родной Чтобы у тебя все нормально было С этим С военкой Уважаем Тебя, Господи За неделю прошедшую За то, что был с нами Все это время И не отходил от нас ни на шаг Благодарим Тебя, Господи Прости, свящим грешим Против Тебя Мыслью, словом Или делом Прости нас, и помилуй Ибо да, благое человек И колебил И слава Тебе Благи, Господи, всем болящим Нуждающимся Путешествующих Сохрани И нам, Господи, помоги Изучать Слово Твое Вникать в Него Не отходить от Него ни на шаг Как и Ты не отходишь от нас Слава Тебе за все Отец, Сын, Дух Святой Аминь Аминь Не за неделю, а за весь год Не, ну пускай за неделю Мы же молились там Нормально Хорошо сказал, молодец Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!